приветствую всех но так принципе видео записывается для одного из зрителей моего канала расположение файла но я запускаю с этого привычка уже такая когда-то были проблемы слетали настройки в играх но очень давно правда это было на привычка осталось я не с ярлыка запускаю запускаю вот этого файлика да писали мне когда-то о моем рабочем столе вот где-то где-то у меня еще одна версия советской республики должна стоять да вот она другая у меня в двух местах стоит советская республика но здесь либо самая последняя либо предпоследняя версия стоит и она по моему мне без модов там обучение понравилось она меня так сильно не заинтересовало поэтому я оставил пускай она висит играю на более старшей версии игры да почему пишу это видео вот у нас есть просто у разных людей совершенно разный опыт общения со своим компьютером и собственно говоря с игрой и на всякий случай решил записать ролик дабы дабы человеку беды не наделать возможно он сам все прекрасно знает и ролик этот абсолютно не нужен но на всякий случай чтоб моя душа была спокойная больше я записываю для себя то есть мы находим вот если установлены уже моды то естественно есть такая папочка воркшоп вип заходим сюда и в какое-то место на компьютере и и лучше всего переместить надеюсь этого самого показывать не надо будет переместить ее туда и поставить ту самую мою которая так сказать предоставил для скачивания поставить мою запустить игрушку посмотреть на запустить игрушку естественно прижим все прижим все прижим все ой по моему у нас там песочница есть моим у нас есть режим песочницы когда у тебя безобразно бесконечное количество денег их по моему даже не показывают количество создать естественно новую республику без разницы какую на песочницу надо надо песочницу некоторые дома могут быть естественно недоступны если все будет абсолютно включена значит посмотреть чего надо там здание техника отходы и снос зданий водопровод надо включить то есть песочницы нам надо только оставить бесконечное количество денег годовой цикл глобальные события загрязнения по загрязнениям у нас зданий в игре только одно это она дает загрязнение радиационное по моему показывает я для игры загрязнение включая у себя сложную систему образования правосудие а вы не это простую я я не спец по дорожному движению еще геморроица в игре с расстановкой знаков да ну его на всю жизнь противник автомобилей личных и вот так вот но это мое личное мнение ну всегда день давайте оставим то есть какой год запускать будете без разницы потому как здание которое человека интересует они относятся ну здание мы в любое время можем строить техника которая у меня присутствует она относится значительно более ранним периодом как я уже сказал возможно я зря записываю этот ролик но на всякий случай абсолютно на всякий случай во избежание конфликта у меня был любимый модик и я много прохождений много прохождений по прекращал потому что любимый модик на паровые большие паровые трактора на мощные оказалось что именно он вызывает ошибку я не все моды естественно еще прошпедировал которые могут вызывать ошибки поэтому мои папочки воркшоп вип могут быть и забалованные моды вот почему как бы вариант такой вот поставить папку воркшоп вип предварительно переместил куда-то свою с модами посмотреть на то что в моей папочке воркшоп вип водится потом вернуть назад свою папку и уже из моей папки выбирать те моды которые будут необходимы а модов там дохрена на самом деле и факт может заключаться в том что мои моды некоторые я не обновлял например моды жизнь деревни или деревенская жизнь называется потом модик 1910 и я не обновлял ну я сильно много изменений туда поводил на деревенскую жизнь например я видел видео где уже автор мода сделал для деревенских домов зимнее отопление так сказать собственными силами но в моей деревенской жизни отключена потребность в воде в канализации но это деревня елки-палки у каждого там во дворе колодец свою каждого свой клозет а то и просто в корову не будем обсуждать деревенскую жизнь но вот так я поступил грузись я не хочу тебя редактировать быстрее грузись я не хочу этот ролик ролик редактировать такой линялый стал ну вот просто зайти сюда в игру и смотреть какие-то темы у меня модов просто очень-очень много было в принципе когда-то идея попытаться заняться такой вещи как описание любимых модов сделать ну вот я не помню вот эти вот дома они они без отопления и бы переделать но вот если интересную какую-то городскую часть более живую более естественную чем присутствует у нас в ванильной игре хотите построить угловое здание благодаря этому зданию из мода например такое так и в 4 отключить сеточку привыки к сеточке иногда даже не замечаю как с включенной сеткой продолжаю играть так не получается да ну я конечно эти моды по накачал я очень люблю модовских вообще во всех зданиях в ванильных это сложно потому как скачаешь новую версию игры и опять надо здание будет переписывать но от модовских я обычно стараюсь как-то взять подключать такую замечательную вещь как коллизии мои любимые дороги ровно не проведешь ни хрена блин сильно долго возиться надо чтоб ровно провести ну вот я же вот такое вот здание вы можете какой-то там центр города или я не знаю там какой-то район можно оформить вот таким вот интересным зданием угловым вот если вы по какой-то причине посчитаете сколько у нас тут у нас тут 68 человек ну знаете я когда-то в общем-то и занимался на советскую республику те которые я поредактировал пытался понять сколько квартир ну вот один балкон это по идее одна квартира и сколько в квартире может жить людей ну допустим семья из четырех человек и половина трудоспособных иногда корректировал количество но есть и другая штука кстати был у меня когда-то мод но куда-то похерился был мод который просто автор модом сделал вот такую дорожку которая является зданием то есть ну нет нет это вам модели модели самого здания и как видите у нас тут есть окна две двери да ну тут вот окна какие-то ну можно найти в принципе можно просто влепить куда-нибудь можно найти что-то похожее на дверь вообще надо будет как-то сделать в редакторе вот такой вот мод когда будет в воздухе висеть просто дверь и от нее отходить дорожка тогда можно было бы строить бы прям вот сюда например да надо надо будет об этом подумать вот у меня был вот где шло количество людей там то ли от 5 то ли от 10 и с каким-то шагом шло до сотни или даже сотен человек вот если вы считаете что 68 человек в таком доме это слишком мало но можете применить вот такой вот мод да ну сейчас будет просто достаточно некрасиво когда люди будут бегать из окна на окно но он землю уходит принципе она и на дверь похоже поэтому ничего страшного у вас вот так вот может получиться отдайте я в него еще раз зайду я мы чё коллизии нет я ему коллизии отключил единственная фишка то что как видите когда устраиваешь здание не всегда дорожка появляется но дорожки дорожки у нас это мод был на какие-то польские здания дорожки у нас не появляются потому что у нас на вот этой большой дороге не в любое место можно присоединиться у нас есть точки вот плотную получается не удастся дорогу подвести ну все равно вот так вот вот так уж получилось и как бы у нас по факту 68 человек максимально живет здание ну еще вот два дома два таких входа на 50 человек то есть сейчас в этом здании как бы живет 160 ну что 168 человек по максимуму должно жить это был мод на какую-то польскую по моему многоэтажку она как культурный центр там идет они как жилое здание ну вот автор мода сделал варианты добавить до бары библиотеки еще какие-то заведения но бар тоже был с вот таким вот пешеходной дорожкой и он в реалистичном режиме не работал нормальным там надо было автозакупку ставить сейчас зайду бары я посмотрю у меня могут висеть два варианта нет еще получается о да я я молодец я красавец я этот мод блин по рукам себе бей блин и этот вот так и оставил таком же состоянии ведь я собирался сюда приписать автомобильное соединение обидно я хотел сюда вписать автомобильное соединение именно вот бару из этого мода и хотя бы хотя бы одну станцию разруски вот так вот у нас получилось хотя тут она кафе вот есть кафе тоже похоже от автора того же мода как это кафе выглядит у него есть и автомобильное соединение и пешеходное и у нас к тому же но она предназначена специально для здания специального из этого мода вы можете вот так вот поставить и у вас будет вывеска у вас будут какие-то вот тут козырьки козырьки над зданием это не козырьки а я его развернули так я его не так развернул прошу прощения в общем вот есть такие интересные варианты когда у вас будут козырьки над окнами но это надо искать именно подходящее здание или то здание самого мода да но у меня есть скажем так пивная вот вот такая вот пивная у нее коллизии тоже отключены и поэтому если вы решите что у вас здание в таком или каком-то другом жилом должна быть должен быть бар работающий можно поступить по-другому ну вот например возьмем жилье мои любимые многоэтажки это сразу целый город у зданием тысяча 152 работника естественно развернуть дороге лучше вот этой стороной вот меньше выходом но все равно люди будут использовать крайние выхода на наиболее близкие к объекту вот чтобы в этот дом попасть они будут использовать вот этот выход который я не соединился и давайте я зайду в бар сразу просто покажу почему я не стал вот этот бар переделывать у меня есть бесплатно вот этот у нее тоже коллизии отключены но он не в бесплатной постройки вот этот я в бесплатной постройки специально это для первопоселенцев делал бесплатную постройку по факту может не получиться дорожное соединение это раз а во вторых на бар на сам навестись будет тяжеловато скорость давайте быстрее скорость просто-напросто разработчик игры конечно не рассчитывал что кто-то будет так вот извращаться прям посему у нас нет каких-то там слоев по глубине мы не имеем возможности потом бар залезть нормально мы можем поставить у нас будут немножко некрасиво возможно ездить автомобилем люди побежали в бар ну вот видите негативно то что и она бар навестись теперь не могу встречается такая беда и даже там выше о не подожди можно но это знаете это такая вот головоломка это можно целый день просидеть на самом деле вот вот я на бар навелся блин под каким-то углом у нас под зданием здание может увидеть я могу навестись на бар и в принципе если буду на играть реалистичном режиме ам я могу назначить автомобили которые будут заниматься перевозкой сюда непосредственно слушать давайте я попробую так сделать полина муды не заходи сюда никогда не буду только если дороги строить бар авто база но тоже мне такая из года а база она тоже лишена коллизий тоже ее могу поставить какое-то здание и у меня просто-напросто получится что перед этим зданием будут парковаться автомобили но это может выйти немножко некрасиво по какой причине автомобили могут заезжать мордой в здание она у меня сейчас вот такой вот хороший подождите также проще будет крытый грузовик старенькая мячу не убедайте пожалуйста давайте аруса балтика возьму сразу гляну с клеточки так попытаюсь опять поиграть в эту мини-игру бар автозакупка автозакупку и отменю так я поразвлекаю щас по потянуло привязать все прошу прощения автобаза хранилище много хранилищ это вот мной переделаны это товарищ делал мод который делал мод изначально он хотел при помощи вот этих хранилищ вот таких удлинить расстояние но у него было одно там какое-то ванильное даже не найду по моему вот это да вот он таким методом хотел удлинить заводские соединения в надежде на то что сквозь хранилища будут передаваться но не во всяких случаях это работает не во всяких случаях это работает у него не получилось я на основе этого мода сделал такие вот хранилища невидимки но у них у них к сожалению но блин да что же я лентяй даун им тоже надо было коллизии отключить по факту если отключаешь коллизии перед постройкой такого здания предварительно необходимо блин не доделал до ума потому что в этом здании можно было потому скажем подвалах хранилище снять благодаря этому моду ладно не сделала я этого не сделал да ну всегда что-то такое возникает забывается и у нас тут тоже есть автозакупка где наша водяра ну пивасика потому что бокал пивной давайте мы сделаем тут авто закупку вот наша автобаза ну вот как я сказал либо надо долго и нудно возиться либо не обращать внимание ну вот вот часть автомобиля она ушла ушла своей моделью стену этого здания ну и если вам по барабану то в общем то если вы не режет глаз либо чуть аккуратнее ставить вот кто-то базу либо либо не делать такого так че хотел ну вот теперь попытайся навестись на это здание смотрите а взявши я на бар навестись например уже не могу вот вот такая вот беда получается у меня если просто на здание я мог навестись то сейчас сейчас я на здание которое под зданием построена навестись не могу ладно я уже заигрался заговорился начал много чего рассказывать просто я хочу показать еще именно тот мод который наверное заинтересовал человека но у нас во первых есть мод 1910 в котором присутствуют вот я говорил о видео в котором видел вот такие вот улочки деревенские которые зимой самоотапливаются скорее всего это был вот именно вот этот мод вот это самоотапливаемая но этот мод я сильно сильно много тоже попеределывал к этому зданию нужно этому зданию необходимое электричество тут я не отключал канализация с водой по идее не нужно до вообще водопровод включен включен водопровод и есть еще мод на вот деревенские дома слушайте а тут тоже зимнее отопление включено но видно просто автора мода его еще не доделал но у меня я в станицу играл зимой у меня эти самые дым не появлялся я просто видел такие же здания где вот отсюда аккуратно точный струк выходил дымок возможно это были вот эти домики вот эти домики а залазить надо прогонять это здание либо через редактор потом снова вручную придется ему переписывать отключать потребность в воде и электричестве вот этому зданию как видите электричество ему не нужно ни вода ни канализация вот есть вот мод 910 и в нем очень много объектов заводы и фабрики и шахты и конюшни и даже конный завод есть где из дерева и зерна вы сможете производить на продажу как автомобили либо лошадок либо вы сможете производить даже лошадей запряженных в телеге ну можно и автомобили делать конечно но это так это будет нечестная уже игра да еще это здание производственная линия из мода 1910 наукоемкие отрасли авиастроительный вот вот такая чепуха у нас имеется вот ей для работы а ей для работы нужно много чего но у нас есть еще одна штука вот порс эфид конвертер это вот фиговина чем она занимается она переделывает делает из урожая и древесины все необходимое для производства автомобилей и делает избыток электроники которые можно как балалайки потом при ранних стартах балалайки потихон и продавать в своем городе вот иногда правда случается при работе вот этого всего когда производится чуть больше какого-то материала и останавливается вся эта цепочка поэтому тут лучше делать промежуточный склад или же даже отдельно где-то ставить вот это здание у меня была такая идея ой знаете взять какой-то мод через редактор прогнать понаставить есть модели транспорта в виде лошадок понаставить модели этих лошадок там на поле на каком-то и сделать чтоб это поле само уже по себе производила урожай ай мать чего алло что вот я вот там одно и то что вас задает Спасибо. Так, прошу прощения, отвлекли. То есть, вот это здание его лучше оставить через клад, а излишки там уже вывозить, куда-то может быть продавать. Ну, в общем, да. Возиться, разбираться со зданиями придется игроку самому, игроку, зрителю моего канала. Спасибо за его комментарии, за маленькую переписочку. Ваши комментарии, особенно, которые длиннее 5 слов, они продвигают видео для просмотров. Собственно говоря, как лайки, как и дизлайки. Тоже любая реакция на канале, она продвигает его для просмотров, поэтому если будет не тяжело, чертите пару строк, хотя я вот сейчас записываю видео как раз для того, чтобы не писать описание в комментарии, что я именно делаю. Ну, в общем, у меня модов очень-очень много тут. Тут и заводов очень много. Ну, вот есть, кстати, интересные поля с коровами. Ох, я даже про них особо сильно не помню. Дело в том, что на них, по-моему, там коровы, когда накапливаются, по-моему, даже должны отображаться. Здесь должны будут появляться коровы. Ну, вот тут такое здание можно было переделать под появление, скажите мне, под появление лошадок, чтобы он производил зерно в любое время года и обеспечивал зерном. Ну, чтобы оно как-то логично выглядело. Либо здесь переделать, например, вот тех же самых коров, просто-напросто заменить здесь урожай на коров. и чтобы вот здесь у нас выпускались вот эти цепочку такую живую сделать. Ну, потому что вот этот конный завод, он маловатый, у него нет собственного поля с животными. А мне бы этого хотелось очень сильно. Заводов много, то есть всяких объектов много, всяких заводов много. Есть такие, которые заводы, например, и шахты, которые... Ой, давайте я сейчас сразу шахту гляну, завод, шахта. Мне вот понравилось, понравилось. это, кстати, один из зрителей тоже в свое время... Это такой вот большой, гигантский, да что, что... Он должен ставиться, естественно, на ресурсе. Где-то у меня бляма есть с этим самым. С гравием. У меня гравиной дырки нету ни одной на карте. А есть, вот, смотрите. Он строится будет долговато. Ну, это этот, шагающий экскаватор такой гигантский. И он, автора мода, он там производил все, по-моему, кроме камня. Вот, я зрителю описывал, как сделать так, чтобы он начал производить именно камень. Вот. Ну, я тут сразу решил сделать, чтобы он производил грави, потому как у него есть вот свой там конвейер. Вот такая вот устройство типа камни-дробилочки. Поэтому он у меня сразу грави производит. Вообще, была идея немножко читануть и сделать его как завод, который можно было ставить в любом месте, который бы просто производил, скажем так, уголь. Ну, это было бы совсем бы скучно, неинтересно. Да, и вот у меня в заводах есть тоже переделанный мой мод на лесоповал. у него, как видите, модели. С ним придется повозиться. У него есть дорожное соединение и соединение с этим, со складом. вот так вот далеко, потому что просто не видно, куда его присоединять надо. Если вблизи, не, видно, но иногда исчезает, потому что он очень длинный. В чем его характеристика? Во-первых, не, смотри, удалось провести дорогу над ним. Его можно строить в горах, например. вот это то место, где у вас будут стоять техника, которая перевозит, забирает лес. Но на него навестись вот крайне сложно. У него где-то вдалеке возникает точка, вот он мусорный бак от него возник. Вот. И в районе этого мусорного бака приходится долго и нудно его искать, чтобы купить автомобили все на нем. И так далее, и так далее. Это очень долго, но чем это тебя может наградить, если уже постараешься с ним повозиться, он меня самого иногда выбешивает. Чем это может тебя наградить? Дело в том, что вот эту точку, если ты расположишь вот здесь, вот этот лесоповал, подсоединение к дороге здесь, где-то моя одежда, деревообработка, у меня кстати два, один более короткая, по-моему, там точка до дороги, другой более длинный. Вот смотрите, если я его вот так вот ставлю, вот здесь вот только шею, мне придется очень долго и нудно, вот в этом районе, чуть дальше получается, на две клеточки, вот в этом вот районе, где у вас такое пятно возникло, надо было тут какой-то флажок ему пририсовать или что-нибудь, но можно найти, фишка заключается в том, машины, которые с лесоповала возят лес, они будут ехать отсюда, будут ехать вот по рельефу местности, они не будут под землю ходить, они будут ехать исключительно по рельефу местности, и где-то здесь у вас возник лесоповал на горе, но машины будут по бездорожью гонять у вас по буграм, по горам, это выглядит весьма развлекательно и красиво, но я на этом все, закончу, повторю еще раз, что необходимо, необходимо свою папку workshop.vip из папки с установленной игрой, из директории перенести в какое-то безопасное место, перенести в мою, запуститься в режиме песочницы, но выставить настройки, чтобы у вас все здания отражались, настройки там электричества, в общем, мусор, там все, все это подключать, вот, и посмотреть потом те здания, которые вам нравятся, два варианта, можете оставлять мою папку workshop.vip, можете ее потом переместить куда-то и потом уже смотреть, какие моды вам непосредственно необходимы и подкидывать их в свою папочку, вот, ну, есть многое, чем я недоволен в игре, как работа с модами происходит, во-первых, то, что нет мод-менеджера, нет мод-листа, как это в нормальных играх делается, во-вторых, моды сами, в большинстве игр, да, есть номер мода, по которому игровой движок обращается к папке и запускает этот мод, но после номера мода чаще всего идут какие-то знаки, там, стрелочки, скобочки, не помню уже там каких играх, что, я не программёр, после этого идут вот эти стрелочки, где есть нечитаемая движком игры информации, там идёт название мода, иногда название, даже краткое описание мода, что он делает, но здесь у нас такого нема, поэтому уж не обессудьте, что мог рассказать, рассказал, опять же, для большинства людей, это видео будет абсолютно бесполезно, вполне возможно, что для того зрителя моего канала, который задал мне вопросы о модах, с которыми я играю в своём уездном городке, спасибо за добрые комментарии, спасибо за оценку моих трудов, рад, что понравилось видео, рад, что вот эта идея заинтересовала, вот, не знаю, на самом деле, насчёт ранних стартов, знаком ли зритель, как это делать, я раньше всё это делал при помощи Hex-редактора, но сейчас на Steam есть вот такая вот программка, Save Editor, надо ввести будет вот это WRSR Save Editor, вот, но по факту последний раз, когда я его скачивал, с самого Steam он не качался, там была ссылочка, качайте по этой ссылочке, там по-моему даже есть описание, как с ним работать, вот с его помощью, очень удобно сделать себя, пускай даже вы захотите в тысяча там триста или тысяча четыреста какой-то год поиграть, там, пожигать Жану Дарт у себя, ну, в общем так, это я шучу, ну, на этом я желаю всем успехов, не знаю, понадобится это видео, не понадобится, ну, просто, чтобы была моя совесть чиста, у меня уже 16 минут осталось, что-то долго моя папочка воркшоп вип загружается на гуглю диску, все, всем доброго здоровья, всем всего наилучшего, лучше, воркшоп